И вот опять такая честь и привилегия принимать такого благословенного, помазанного, мудрого человека, на самом деле призванного совершать необычное, особенное служение среди верующих народов, особенно такого ортодоксального нашего русского, православного, так скажем, народа. Аллилуйя! И на самом деле делать их, обращать их к христианству, так скажем, приближает Иисусу больше от религии к живой вере, к живому потоку-источнику. И это наш брат Сергей Журавлев, архиепископ Украинской Реформаторской Православной Церкви. Да, правильно? Аминь! 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 Здравствуйте! 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 Приветствую всех вас! Благодарю Бога за эту возможность сегодня быть с вами и делиться очень важной темой. Господь Святой, благослови нас, нас собравшихся здесь под твоим святым покровом. Учи нас! В этой школе, Господь, разные темы, разные учителя. Но ты наш учитель, Господь, сегодня открой нам еще одну тему. Открой нам, Господь, историю Церкви моей. Боже, и учи нас на примерах из истории, учи нас подражать вере тех, кто дошел до конца. Аминь! Взирая не кончину их жизни, помоги нам, Господь, подражать их вере. Аминь! Господь, а на примерах негативных, на примерах падений и елисей, заблуждений всевозможных, историй отступлений, деформаций Церкви, учи нас, Господь, не грешить перед тобой, не допускать ошибок в своем служении. Аминь! Господь, и на примерах реформации Церкви, Боже, учи нас, Господь, видеть свое место в истории христианства. И помоги нам писать прекрасные строки в историю Твоей Церкви, расставляющие имя Твое, во имя Иисуса Христа. Аминь! 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 Пожалуйста, писатель, возлюбленные братья и сестры, приветствую всех вас и благословляю именем Иисуса Христа. Свладчайшего нашего Спасителя. И ни в ком бы нам нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которому надвижало бы нам спастись. Аминь! только Он, только Иисус Христос. И приветствую всех вас я от Украинской Реформаторской Православной Церкви, а также и от Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, в которые теперь входят и Украинская Реформаторская Православная Церковь, и Румынская, и Грузинская, и Белорусская, и вот уже зарождающаяся Российская. И это очень такое было важное событие в прошлом году у нас, соединение такое и общее такое служение. И до 19-го года у нас были разные церкви в разных странах бывшего безбожного Советского Союза и в других странах мира даже уже теперь, слава Богу, потому что вышли за пределы бывшего Союза в Румынию. И вот в конце прошлого, в августе, в августе прошлого года, 19-го, было у нас такое торжественное мероприятие, конференция, где заявили мы о создании новой структуры уже Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя, РКБЦХС, в которую вошли, входят теперь как на братском таком общении, на братском таком уровне и как бы как в одну структуру. разные очень православные церкви, нового поколения церкви православные уже именно Реформаторского направления. Некоторые из них начинал я лично, как вот епископ, как священнослужитель, некоторые из них начали мои друзья, братья, сестры, священники, епископы с разных стран уже получается. И в этом году, в 13-м году, у нас такое важное мероприятие, этот год вообще посвящен 90-летию со дня рождения православного обновлечества, вообще как такового православного реформаторского такого движения, в тогдашнем месяце, в 1923 году официально, хотя зародилось движение раньше, еще во время событий 1905-1906 годов, из 36 петербургских православных священнослужителей, из этого кружка 32, так родилось, впоследствии движение, названное в 1923 году уже обновлечеством, или православно-реформаторским таким движением. И затем, после Второй мировой войны, в общем-то, это движение, оно сошло на нет, фактически. НКВД его запретило фактически и репрессировало тех служителей, что оставались в реформаторстве. И многие православные обновленцы, они влились в традиционную православную церковь, потому что другой не было никакой атернативы, тех, кто не соглашался, тех на верность и депрессии. Но уже в наше время, слава Богу, Господь обложил на сердце трудиться в этом направлении мне и братьям нашим, и возрождать это обновленчество, и не только возрождать, но и выходить на совершенно уже новый уровень, слава Богу. И я буду говорить об истории тоже и реформации обязательно. Это моя тоже очень близкая к моему сердцу тема, очень люблю эту тему. Иногда провожу такие даже семинары в церквях, в школах некоторых, которые называю реформацией и реформаторой. Тоже очень интересная тема. Она включает в себя, она входит тоже, конечно, в историю мирового христианства, в историю христианства. И я буду говорить всегда в этой неделе о многом очень важном и интересном. Приготовимся к слушанию. И имея опыт я служения и как традиционный православный священнослужитель, недавно исполнилась такая моя юбилей определенная дата интересная в моей жизни, 25 лет моего служения в православном священнослужителе, церковнослужителе в 88-м году. Официально, как раз в начале 88-го, началось у меня уже официально полное служение. То есть, до того я был художником, художник-оформитель, работал в мастерской, заканчивал училище в художественном Орловской. В общем-то, это была моя жизнь. Была моя еще и вторая жизнь, о которой знали только лишь мои друзья. Это церковь, это другие интересы были. У меня, именно, кто-то там бегал, там, куда? Я в церковь бегу. Слава Богу. Слава Богу. И в начале 88-го уже созрел к тому, чтобы по благословению моего тогдашнего духовного отца оставить все, оставить мастерскую, оставить холстые краски, дорогие моему сердцу, и пойти в церковь уже на полное время работы, служить дичком, чечецом, руководил хором. А в 91-м году стал священником уже в Рязани, потом в Брянской области. Вот такое вкратце свидетельство. А в 96-м году Господь, я благодарю его за это все, развернул меня вновь к писанию, к основам христианства, к основам веры христианской. И революция произошла у меня в сердце, в разуме, в сердце моем. Перемена большая была, и жена мне поддержала меня в этом, слава Богу за это. Если бы жена не поддержала, я не знаю, решился ли я на это или нет. Но вышел по идейным соображениям из традиционной православной церкви в 96-м году. Объяснил начальству, что не могу больше исполнять обязанности священника, какие раньше исполнял добросовестно, считаю. Награда мой для церковной тому свидетельства. Но, в общем-то, вот с того самого 96-го года в новой ипостаси такой явился я уже как реформатор. Слава Богу. И, дорогие друзья, да, в конце 2000-го года в Киеве начал церковь такую, именно православную церковь уже нового поколения, именно православную такую харизматическую церковь, православную реформаторскую такую церковь, обновленческую. И сейчас вот наша церковь, говорю, называется уже реформаторская православная церковь Христа Спасителя. И я вижу, что в мире сейчас поднимается такая волна реформации. Она касается разной конфессии, разной деноминации. И это общее христианское такое движение. Поэтому я за тобой очень Богу благодарю. Ну, и в России православие, я молюсь об этом и дружусь, чтобы оно поднялось, чтобы стало именно христианством, не просто православием, чтобы христианством стало действительно. И, ну, в России, как говорят, долго запрягаем, но быстро ездим. Я думаю, что долго запрягаем, но поедем быстро. И поэтому реформация обычно в разных странах, она по-разному как бы проявляется. Думаю, в России она появится именно вот так вот, именно очень быстро. Но пока приходится долго запрягать, готовиться к этой быстрой езде. Да. Какой же русский не любит быстрой реформации? Да, господа. И тема. Тема. История христианской церкви. Приступим. История церкви. История христианства. Давайте мы запишем в самом начале, как эпиграф, два местописания. Фрагменты из Библии, которые пусть будут для нас таким началом, увертюрой к этой всей неделе. Матфея 16, 18. Матфея 16, 18. Это то местописание, где первое слово церковь встречается. Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Аминь. Матфея 16, 18. И второе местописание, это Ефесянам послание, Ефесянам 5 глава, 25 стих. Ефесянам 5, 25. Где говорится, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее. Ефесянам 5, 25. Вот эти два фрагмента из Библии пусть будут таким эпиграфом, предъявлением началом. Господь созидает свою церковь, Господь предал себя за нас, был распят, родил на кресте Голговском новую общественную формацию, новый народ. Совершенно все новое. Церковь Иисуса Христа, которая есть в его теле. Это есть столб и утверждение истины. Церковь Иисуса Христа. Есть тема даже такая интересная очень. Экклезиология. Не знаю, была у вас? Не была. Экклезиология. Учение о церкви. Потрясающе. Тема тоже очень важная. Потому что Библия очень много говорит Нового Завета о церкви Иисуса Христа. О церкви Нового Завета. И эта тема называется экклезиология. Этот предмет называется экклезиология. По экклезиологии написано множество учебников, множество томов, многих известных учителей и древности, и современности. Экклезиологами были очень известны учителя и древности, и наши современники. Но экклезиология Иисуса Христа, она очень сильно часто отличается от общихристианской даже экклезиологии. Иисус говорил, где двое или трое, собранное во имя Мое там и Я посреди. И я раньше считал, что по экклезиологии православной, что церковь только лишь одна, только лишь православная церковь, а все остальные секты. И в те времена я даже не мог предполагать, что буду вот среди сектантов. В тогдашнем моем понимании. Но что, почем и кто есть кто, я смог узнать по-настоящему, по-правочному только лишь через Библию. Пока Слово Божие и Библия не становятся во главу угла, мы блуждаем в своих умствованиях вообще. Мы блуждаем в дебрях теологии, философии, политики, религии. Но, когда Библия становится во главу угла, все становится ясно как Божий день. Может быть не все сразу, но основные конторы мы видим отчетливо сразу. Что Дух дышит не там, где Отец Сергий хочет, или кто-то еще, а там, где Он сам хочет. Что Дух Святой есть личность, и это не просто, знаете ли, красивое слово, это не просто формально, это действительно на самом деле, по-правочному Богу. И Он есть личность. Нужно с этим смириться, в конце концов, в церкви, я думаю, и понять, что Он имеет свои хотения, свои желания, и Он хочет дышать, куда Он сам хочет. Долгое время церковь была, вот как в том анекдоте, когда муж говорит, я как, голова, голова, ну и Христос, я голова. А церковь говорит, а я шея, куда хочу, туда головой и верчу. Но это неправильная позиция. Вообще-то церковь должна дружить с головой, как минимум. А вообще-то в идеале даже и слушаться. И тело, непослушное голове, это больное тело. Я бывал среди таких больных, проповедовал их, молился за них. Очень тяжело было смотреть, даже, знаете ли, без подготовки, без того, чтобы подготовиться морально. Очень трудно было среди этих людей находиться, потому что с виду они полные уроды. Хотя многие из них очень умные люди. И это очень странно. Ты видишь одно, ты видишь уродство, ты видишь ненормального человека, но закроешь глаза, и ты понимаешь, что это умные люди. Говоришь, они все понимают, но их тела, они не слушаются их совершенно. Он может вот так вот так вертеть руками, ногами, болтаться, но мозги его соображать хорошо. Он может защитить докторскую степень, получить, но его тело, оно непослушное. Это трагедия. Лечат этих людей, да. Есть система определенная. Но медицина обычно сегодня разводит руками, говорит, это неизлечимое зло. Но я знаю, что Господь исцеляет даже таких людей. И я знаю такие прецеденты. В своем служении я пока не видел такого, но я видел улучшение лишь пока. Не полное исцеление. Но в мировой практике христианской я видел и знаю такие случаи именно исцеления. Полное исцеление подобных уродств. И вы знаете, в церкви Иисуса Христа, в теле Иисуса Христа полным-полно такого уродства. К сожалению, глазами неба посмотреть на церковь, она уродливая, она страшна. Это очень прискорбно, конечно. Конечно, нам хотелось бы, конечно, чтобы все это соответствовало тому, что Бог говорит о церкви. Чтобы она была послушной, чтобы она была не имеющей под нами порок или чего-либо подобного. Но, к сожалению, чего греха таить за мировую историю свою, за двухтысячелетнюю историю свою церковь, к сожалению, чаще всего была очень непослушной, самостоятельной, своенравной. Господь говорит одно, оно совершенно другое. И пятое, и десятое. И, но благодарю Бога, что вот уже пять столетий церковь приходит в себя. Шаг за шагом, поэтапно происходит такая мировая реформация. То было время деформации церкви, теперь время реформации церкви. Восстановление изначально данного нам Богом. Реформация это не выдумывание нового, ничего. Это восстановление изначально данного Богом. Это хорошо забытые старые. Некоторые мои коллеги, вчерашние мои друзья, традиционные священники православные, говорят так. О, они говорят мне, ты дообщался с протестантами и сам стал протестантом. Я говорю, хорошо, но позвольте, раз мне это лютер взял и дописал в Писании что-то, или кармин, или кто-то еще. Это, говорю, не только для протестантов написано. Вообще-то это задолго до даже восникновения протестантизма это написано вообще-то. Это написано для кого? То, говорю же, для какой-то конфессии, то, говорю же, для какой-то секты, то, говорю же, для какой-то юрисдикции. Нет. Это общихристианские ценности. Это написано для всех. И знаете ли, это не то, что где-то там на заборе что-то написано. Это написано Бога Духновенного. Это не отсидячено Петра, или Павла, или Якова, Иуды, Луки, Иоанна. Это не отсидячено человеческое. Это Бога Духновенное Слово. И если оно Богодухновенное, есть мнение, что там и соборы Богодухновенные, и многие отцы они пишут Богодухновенное, я не спорю. Но если все-таки мы признаем, что в Библии есть Богодухновенное слово, и оно было раньше, чем многие отцы эти церкви, раньше соборов, то мы должны изначально прислушиваться тому, что там Бог сказал. Если потом Бог что-то говорил, это не может противоречить тому, что Он говорил раньше. Бог не шизофреник, Он нормальный, Он никогда не отвлекается от Своего Слова, у Него нет амнезии, Он не забывает того, что Он говорил раньше. Он не хитрец, Он не лукавый, который говорил одно, а потом, извините, я вообще передумал, или я кинул, как вот, допустим, людей, как вот представляют себя антисемиты. Кстати, сегодняшний днем, это очень важно вспомнить как раз, есть такая теория замещения, я о ней буду говорить попозже, ну, на этой неделе, и которая представляет себе, она очень популярна до сих пор, к сожалению, во многих антисиях, в том числе и в православии, к сожалению. Очень ярко, вульгарно выражена она, эта доктрина, что якобы Бог любил, говорится в этой доктрине, свой еврейский народ, все, клялся и божился, люблю, люблю, ты моя, единственная, вообще, на все века я с тобой, а потом взял и разлюбил. Ну, как бы, любит, не любит, любит, не любит, значит, все, прошла любовь, завели помидоры, вот, как бы, и сказал евреям, все, до свидания, а теперь я полюбил другую, ну, сердцу не прикажешь, вот, полюбил христианскую церковь, все. И, как бы, развод с евреями, теперь новый брак у него. Вот, и все, вот такая теория. Теория, это, обычно говорят, она направлена против евреев. Я скажу, да, согласен, но она направлена не просто против евреев, она, в первую очередь, направлена против Бога самого. Потому что самого Бога выставляют в самом невыгодном свете вообще, по образу человеческому. Знаете, такому Богу, если он такой, вот, Бог, как его представляют эти Смиты, я бы даже, не то чтобы вечную жизнь, даже временную не доверил бы ему. Такому Богу доверять нельзя, потому что, даже если доверяешь, ухо востро держать. Потому что он, где гарантии вообще, что он завтра мне скажет, извини, я вообще передумал их с тобой. Как, Бог, ты же сказал, что, а как же я там, ну, что ты возлюбил мир, да, я. Не, я полюбил он там, лунатику где-то, на Альфа Центавра, там, у меня есть другая цивилизация, а с вами вообще, ну, крест поставлен на вашу планету. А как же Христос умер за нас, ну, мало ли, ну, ошибка. Вы знаете, если верить антисемитам, то Бог, он и не Бог вовсе. И сегодня, почему важно это сказать, сегодня же по библейскому, сегодня по календарю, такому у нас какое число, у нас 15, да? 15 апреля, по гражданскому такому календарю. А по библейскому календарю уже начался месяц ияр. Был не сам месяц, во время которого Великий Исход совершился однажды. А 11 апреля, получается, наступил уже ияр, уже месяц. Первый ияр был. А сегодня пятый ияр. Сегодня пятый ияр, по библейскому календарю. Ну, есть, например, другие месяцы, просто они обозначены в Библии, там, эти месяцы некоторые. О некоторых месяцах говорится очень интересно, там, Чешрей, допустим, месяц там, о праздниках. Так вот, и в ияре произошло событие очень важное, наверное, политическое чудо такое. Восстановление государства Израиля. В 1948 году. Именно пятого ияра, по библейскому календарю. И тогда, в 1948 году, это было 14 мая. В этом году, в 2013, это попало на 15 апреля. В этом году пораньше все такое происходит. Вот, и сегодня в Израиле торжества. Сегодня в Израиле, и не только в Израиле, конечно, у нас в церкви тоже молитва проходит в Киеве. Мы молимся, за Израиль мы молимся, благоставляем. И ведем такую работу просветительную среди населения, разъясняя людям, что Господь, его дары и призвания, они непреложные. И что он не передумал, и он не поставил крест на своем старшем сыне. Он на своих первенцах, знаете ли, даже если первенец и ушел, даже если в основной своей массе современный еврейский народ, он вне Евангелия. Бог не отрекается от своих слов. Он по-прежнему ждет возращения своего первенца. И вот в США, мне очень понравилась последняя поездка, был в мессианских синагоговых общинах, и там говорилось о том, что порядка 10% уже всех евреев в США, это мессианские евреи или же христиане разных конфессий. Это очень даже здорово и очень хорошо, что Господь сегодня пробуждает свой народ. Слава Богу. Так вот, вернемся в тему истории христианства. Запишем, давайте мы первый период истории церкви, первый период истории церкви, так называемого, еще называемого, да, ранним христианством. Раннее христианство. Раннее христианство. Первый период истории церкви. Этот период мы обозначим такими датами. 30-й год, 313-й год. С 30-го года по 313-й год. Вот это можно примерно так обозначить этим временем первый период истории Церкви, раннее христианство. Примерно в 30-м году произошло, вот как раз то великое чудо, рождение Церкви Иисуса Христа. И церковь родилась, некоторые говорят, многие говорят даже, что в день Пятидесятницы, это тоже правильно, в чем-то, конечно, но немного раньше, сами роды прошли, немного раньше все это было. В день Пятидесятницы Церкви, как бы, она была уже, новорожденный был выписан уже, как бы, из больницы уже, уже явлен миру. Дух Святой сошел, он не думал, а на кого попасть, ну, лишь бы на кого-то сойти. Нет, он сошел уже на Церковь, на верующих, которые были, пережили встречу с воскресшим Христом уже, которые ждали обещанного Отца. И рождение Церкви произошло на Голбовском кресте, в крови Иисуса Христа. Иисус, когда умирал на кресте, Он рожал всех нас. Он страдал этими муками, схватками родов. И, как он говорил однажды, что женщина, когда рождает, терпит скорбь. Там, буквально, в греческом тексте говорится, терпит, как бы, предсмертную агонию. Но дальше не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мире. И сегодня Он, Иисус, смотрит с довольством на то, что Он родил. Даже если это и уродство. Знаете ли, порой больного ребенка мама любит, даже порой больше, заботится о нем больше. Я помню, конференцию была на Аляске Сара Пейлин. Она была тогда губернатором Аляски, штат Аляска. И она выступала на сестра верующей Ассамблеи Бога, крещеный Духом Святым, молится на языках. И она, губернатор, открывала большую конференцию. Город Васила, небольшой город совсем, но большой стадион, потому что там съезжаются много христиан на конференции подобные. И на этой конференции она делилась таким как бы свидетельством. У нее в семье есть трагедия тоже. Один из ее детей, значит, он родился очень больным. С самого рождения инвалид. И знаете, она сказала такие слова, что вот именно с рождением этого ребенка, говорит, Бог очень пришел сильно в нашу семью, говорит. Мы, говорит, очень серьезно отнеслись, вообще стали относиться к вере, ко Христу, к вечному. Мы, вся семья, мы задумывались о вечности вообще. Вот, и Бог стал ближе к нашей семье вообще. Вот она такое рассказала, что это было, ну, очень так кровоценно. Знаете, и сегодня церковь, да, она во многом еще уродливо выглядит, но Господь очень любит церковь. Он отдал своего сына за нас. Иисус пролил свою кровь за нас, и Он любит свое тело, Он любит свою церковь. И Он ждет того момента, и Он работал над этим вопросом, чтобы церковь действительно была не имеющей кота или порока, или чего-либо подобного, но святой и непорочной невестой его была. Не плудницей, а невестой именно. Не уродливой, а красавицей. И Бог это совершает. И я верю, что в наше время из гадкого утенка Господь родит прекрасную церковь. Слава Богу. Аминь, аминь. И в истории церкви. Ну, примерно в 30-м году родилась церковь. Это было примерно в 30-м году. Точный год мы не знаем. Ну, можно говорить, что и знаем. В 30-м году это было. Об этом есть многие исторические свидетельства. О времени рождения Христа, Рождества Христова мы не знаем точно. Вот эти споры в христианстве традиционном, в декабре родился или в январе, они, конечно, эти споры яйца обыдены не стоят. Потому что, на самом деле, и не в декабре, и не в январе. Вы должны его обчаровать и тем и тех. Потому что, ну, так и родился, я знаю. Вот. Это я точно знаю. Поэтому хочу обрадовать христиан. Христос так и родился. Аминь, аминь. Это очень сильно отличало от их, от христианства последующего. Которые как раз интересовались более и более именно Христом по плоти. Допустим, одна царица, как раз вот в завершении уже этого периода, 313-й год, и вот где-то в 320-м, где-то в 330-м, я точно сейчас не могу сказать даже. Наверное, в 2020-м все-таки где-то год был. Одна царица, сестра Родай Константинов Великого, она была замужем за Викинию в свое время, с восточным императором. Она написала письмо к одному епископу, не в себе, кисарийскому, историку. Это наш Геродот христианский, отец истории христианской. Он как раз первый написал книгу по истории христианства. Он жил в те далекие времена, тогда христианство было всего лишь три столетия, но как бы назрела нужда именно написать книгу, историю церкви. И он написал историю церкви. Вот, к сожалению, в русском переводе нет полной версии этой книги до сих пор. Но на английском она есть полная версия, во-первых, и во-вторых, она бесцензурная. Это очень-очень ценный материал, о которых нет в русском сокращенном, во-первых, во-вторых, в цензурном варианте, к сожалению. Так вот, и Евсевий Кисарийский, он отвечал на вопрос императрицы. Императрица спросила, есть ли где-то изображение Христа, было ли где-то изображение Христа, или же, если нет, то хотя бы, может быть, портрет написания сохранились Иисуса Христа где-то. И Евсевия разочаровал императрицу. Да, в то время ведь, уже лет 20, допустим, ну, здесь точно, христианство уже было официальной религией, и тысячи церквей уже имели свои здания, проводили богослужения, даже не тысячи, даже уже десятки тысяч, потому что свыше ста союзов церквей в это время было легализовано. То есть это огромное количество церквей. Во многих провинциях до 10% населения были христианами, вышедшими из подполья. Это в условии конспирации. Представьте себе, какая работа была проделана церковью в то время. Так вот, и в этих десятках тысяч церквей не было ни одного изображения никого абсолютно. Ни Иисуса, ни его мамы, ни его друзей апостолов, никого другого. Даже пейзажи натюрморта, к ним относились очень скептически, и Эльвирский собор в Испании даже вообще запретил любую живопись. Только лишь одни тексты из писателей, все. Чтобы даже без оформления, чтобы не смущать людей, чтобы не давать им повод для идолопогонства, как бы, в дальнейшем. Даже знак креста в то время был почти неизвестен христианам, вообще-то. И я бы в таком виде, наверное, больше сошел бы на жреца Дмитра или вот еще. Во мне бы братья не узнали бы брата. Ну, если только не в глюки так. Внешне я бы вообще никак не сходил бы на христианского служителя вообще. За освобождение. Да. Да, да, да. Сказать, брат, тебе нужно отдаться, отдаться вообще. Да, ну, я не против, чеш. И на перемене займемся, да? Старая серия будет безряса, да? А то расстроится, брат. Вот, значит, и... Так, о чем он говорит? Да, и... Представьте себе, Евсевикий Солийский написал, что у христиан даже не было портретного описания Иисуса Христа. Он ответил, да, где-то описание. И он написал, что не было таких изображений вообще в христианстве. А если где-то и есть, то он написал, что это не христианство. Это не христианское изображение. То есть, это не христиане, не могли сделать подобные вообще, подобные глупости просто. Потому что первые христиане, первых 300 лет, они интересовались Христом в духе. Христом как спасителем, как Господом, как Богом, как освободителем. Но не Христом как идолом, Христом как истуканом, Христом как иконой, Христом как крестом, Христом как именно предметом такого внешнего поклонения и обожествления. Ни в коем разе. То есть, как бы, это напрочь отсутствовало в христианстве первых трех столетий. Поэтому, знаете, некоторые говорят, вот сектанты и прочие, я говорю, смотрите, вот то, что здесь сейчас происходит, это самые, да вы уж староверы вообще, у вас самые староверы вообще, такие исконные вообще, древние вы самые, потому что традиционно православное церковь, допустим, это уже более современное уже, потому что уже, ну, средневековое детище уже, собственно, ближе к нам по времени, вот, а вот так первые христиане молились, и так они поклонялись Богу, да, одежда была у них другая, но они все-то ходили, то есть они не выделялись одеждой как-то там особенно, а вообще-то Иисус даже говорил, остерегайтесь тех, которые любят хребетных одеждах, вот так, так что, будьте осторожны. Не все такие мягкие, пушистые, как я вот. Да, и, в общем-то, ну, я думаю, что Иисус не был против Макса, он не выступал, думаю, за мини-рясы, он не был там реформатором моды, если бы фарисеи завтра пришли бы там на другой день бы в мини-рясах, я думаю, от этого они более духовными не стали бы. Он наверняка сказал бы, ребята, вы, в общем, ничего не поняли, вообще-то, вот, потому что дело не в Максе или в Мине, а дело, вот, чтобы, действительно, как он говорил, он любит хребетных одеждах. Кстати, я, как епископ, когда уполагаю нового священника, то или диакона, то и тоже одеваем ряс уже, там, новым этим служителям. Я говорю, пусть эта ряса будет, вот, спецовка вашей рабочей, но ни в коем разе не средством, там, превозношение, не средством поставить себя над кем-то, там, выше кого-то, там. Знаете ли, как вот, как в Муховском монете, да, значит, там, гаичник на работу устроился, да, ему там выдали жесло, форму, и он пропал. Месяц, два, три, его нету. Его еле вызвалили. Ну, ты приходи хотя бы за зарплатой. А что, еще и зарплата положена? Нет. Я думал, жесло, форму выдали, уже все, как бы дальше-то искать больше. Да, да. Как можешь, как-то, если. Ну, значит, и, в общем-то, вот, нет, ну, для кого-то ряса, да, это, действительно, это, как бы, средство, вообще, вид благочестия, это, очень, как бы, так, средство для обогащения, средство, там, выживания. Ну, как бы, как-то, в другом один, вот, если. Сержант жил бы, я говорю, пьятвары дитей. Ну, все, значит, да, значит, и, ну, опять-таки, если мы нахли стародиемство лишь в этой жизни, то мы нечастны все в людей, вообще. Это, это, это таргетия. И первые христиане, первое христианство с 30-го года, почему еще с 30-го года? Интересный момент такой. Есть косвенное свидетельство об этом. В Талмуде. Там много исторических моментов, но в Талмуде, в разделе Йома, это раздел Талмуда, где много исторических таких моментов описывается, как раз связано с праздником Йом-Кипур, День Искупления. День Искупления раз в году, осенью, в этом году это будет как раз 14 сентября, кстати, интересно, попадает на церковный Новый год православный. И у нас будет собор, пятый собор нашей церкви уже будет проходить как раз 14 сентября на Йом-Кипур, День Искупления. Так что, если будете в Киеве 14 сентября, знайте, куда вам нужно идти. Приходите на собор. Евреям может что-нибудь, но на собор прийти обязан. Да, и вот, значит, он будет, потому что такого и мессианского тоже звучания, безусловно, еврейского, православного, реформатовского, то есть много, как бы, грани этого собора будет. Так вот, и на Йом-Кипур, чем этот день отличался от всех остальных дней года? Раз в году первосвященник, ну, как патриарх, допустим, да, или папа, он заходил во святое святых Иерусалимского храма, жертвенной кровью. Мы знаем из Писания о процессе вот этого, о ритуале самом, что брали двух козля, помните, да, очень похожих, как будто близняшки. Вот нельзя было дать предпочтение одному другому, бросался жребий, один был козел отпущения, его отпускали, ну, отпускали на смерть его, наверное, собственно, только медленную смерть. А второго козленка ждала участь, другая, конечно, его убивали в храме. Конечно, козленок был в шоке. Представляете, ему такой почет, его там несколько дней ощупывают, осматривают вообще, шерстинка к шерстинке. Он, наверное, думал, о, это тайский массаж какой-то, еврейский массаж, наверное. Да, значит, потом его в храм, представьте, там батюшки такие, торжества с кадилами, там все, там праздник, козленок идет и радуется. Вау, это я попал куда надо. Я здесь как король вообще. Но он не знал, потом он замечал, ага, батюшку с ножом острым. Ага, и он понимал, все, попал. Этот козленок, у него судьба была очень интересна. Его ритуально обескрабливали. Всю кровь с него сливали в специальную посудину. Эта кровь была кровью такого некого завета. Потому что этой кровью окраплялось все там, в храме. Этой кровью козленка жертвенного окраплялась святое святых. Раз в быту. Великий священник заходил туда и окраплял все. И это была жертва всех жертв, так ее называли еще. И перед тем был такой обычай, он написан в Талмуде, в разделе Йома. Лоскуты брали, или нити, лоскуты белоснежные. Их обмакивали в кровь, пропитывали кровью этого козленка, перед тем, как началось окрапление. И привешивали в храме. И священники смотрели за этой кровью, смотрели за этими лоскутами, за этими нитями белоснежными, уже окровавленными, полностью окровавленными. Значит, и они наблюдали. Если они становились белоснежными вновь, в момент служения, они говорили, Бог простил свой народ. Если оставались кровавыми, значит, говорили, Бог не простил свой народ в этом году. И за основу вот этой традиции взяли священники местописания. Из пророка Исаии, который говорит, если грехи ваши будут как погрянные, в буквальном еврейском тексте говорится не так немного, там жестче говорится. Если грехи ваши будут как окровавленная тряпка. Бог говорит, как выбили ее, вычищи ее, она вот белоснежная вновь. И вот они смотрели, наблюдали. И в Талмуде говорится, что последних сорок лет, перед тем, как храм был разрушен, жертвы на юмкий пур не принималось. Лоскуты оставались кровавыми. Сорок лет подряд. Храм был разрушен в 70-м году нашей эры. 70-й год. Отнимаем 40 лет. Получаем 30-й год. Почему это? Это не просто совпадение. Именно в 30-м году, к 30-му году, потому что Иисус родился примерно 3-й, 4-й год до нашей эры. Примерно. И астрономически, и исторически, очень много, там десяток, наверное, косвенных подтверждений этому, что Иисус родился не 2013 лет назад, а 2000, скорее всего, 17 лет назад, или 16. Но не 13, потому что царь Иерут умер, получается, когда несостыковка раньше, до нашей эры. А тот самый Иерут, о котором говорится, что он приказал младенца убить. Перепись населения первой, при Кесаре Августе, была то же самое, 4-й, 3-й год до нашей эры. То есть, получается, никак не состыкуется. Поэтому в средние века, просто многие исторические факты не знали. Поэтому, когда высчитывали праздник Рождества Христа, когда же им праздновать, ошиблись на несколько лет в то время. Вот так получилось. И больше того, Иисус родился летом, скорее всего, это было начало сентября. Ученые НАСА утверждают, что это были первые числа сентября. Там есть примерно 10 или больше даже дней, когда астрономически возможно было как раз рождение Христа. Тоже 4-й, 3-й год до нашей эры. И это совпадает с другими местами из Писания. По авиево череде. Священник Захарий заходил ходить. Авиево череда, от нее мы ведем отсчет и получаем тоже как раз начало сентября. Или середина сентября, но не позже. Потом еще косвенное утверждение Библии. Говорится, что пастухи были в полях со стадами. Это было в Израиле только лишь по нашему лету исчислению. Это июль, июль, август, сентябрь. В конце сентября уже все животные были снова в клевах. Снова были там, в стойлах, в этих вертепах. Иосиф, Мария воспользовались как бесплатной или очень дешевой костаницей вертепом. Были там размещены. В Израиле это было обычным явлением. Вертепы после выгона скота, примерно в июне месяце, вычищались, освежались, делался ремонт. И они использовались как дешевые или бесплатные гостиницы, или же под бизнес, под склады, допустим. Возле Вифлеема археологи нашли сотни таких вертепов. Насчет времен того времени. И многие из них использовались под бизнес. Нашли этому много подтверждений. Пелены. Погребальные пелены производились там в летнее время. И потом они складировались. И потом распродавались по всему Израилю. И вот знак пастуха в полях сказал Ангел, что вы найдете знак. Ангел, младенец, лежащий в яслях с пеленными пеленами. Кажется, что из такого? Всех же пеленают. Не всех пеленают погребальные пеленами. Видимо, Марии пришлось чуть раньше родить. Поэтому срока. Поэтому по авиучерде можно считать не на начале октября, не конец сентября, а, возможно, пораньше она родила. На самом деле, и не так была готова она к этому рождению. Скорее всего, на самом деле, начало сентября. И Мария, она спеленала роденцы тем... Это не было спокойненько, конечно. Нет, это новые пелены. Абсолютно новые. Не подумай с наоборот. Вот, но, скажу так, ну, Мария явно была не суеверная женщина. И не слабонервная. Знаете ли, так же так. Мария не тот образ, который обычно рисует фотограф. Она была, ну, другая женщина. Вот, довольно-таки такая, ну, так, скажу так, смелая еврейская женщина. Но даже для смелой еврейской женщины это было, конечно, так решился. Знаете ли, спеленать младенца, а потом еще волхвы. А потом еще подарки, гостиница, очень необычное золото. Это хорошо. Ладно, ну, нормально, но смирно. Это к покойнику. Это, знаете ли, вообще-то, представьте, ребенку выписали из родного. Подарки приносят. И кто-то придется, бедные тапочки, там, значит, там, спи спокойно, там, значит, там, для ночи погребальные. Наверное, любая нормальная мама сказала бы, что вы вообще, вы, наверное, Иосиф в другой ситуации просто бы за дверь выставил бы, и, может, не пускал бы таких гостей вообще. Потому что вы перепутали вообще. Но это было пророчески. Конечно, это было тяжело. Каково маме было все это видеть вообще. Что ему дарят уже и вот это все. Понимаете ли? Ну, а потом еще, благословение в Иерусалиме, да? Симеон, и он туда же. В общем-то, все это вместе, я думаю, было не для того, чтобы Марии сделать больно вообще, чтобы ей, вообще, какое-то настроение испортить надолго. А для того, чтобы подготовить ее. Когда Бог говорит про отчество, и говорит некоторые вещи такие, ну, такие страшные, бывает, да? Это не для того, чтобы нас напугать, а чтобы подготовить их к чему-то. Чтобы, вот, и Марии нужна была подготовка определенная духовная для этих вещей. Вот так, господа. Ну, и много других интересных моментов. Говорит нам о рождении Христа, значит, и о рождении церкви в 30-м году нашей эры. С 30-го года церковь прошла путь определенный. Я уже сказал такой, вы запомните такую вещь, что примерно 10% населения было обращено к концу этого периода. Это очень много. В условии конспирации, в условии подполья церковь распространялась, слава Богу. Так вот, три черты запишем, характерные этого периода, истории церкви. Три черты. Характерные черты первого периода истории церкви. Ну, первое, что пришлось тогда испытать на себе верующим, нашим старшим братьям, сестрам, это массовое гонение на церковь со стороны римских императоров. Массовое гонение. Вот, к сожалению, было так не славко так нашим старшим братьям и сестрам. Очень непросто в то время. Церковь, в общем-то, не под аплодисменты встречали в мире. Как и Иисуса, да, о рождении Христа. Тоже не всем оно было, знаете ли, так в радость, в сладость. Иерусалим вообще встревожился, когда пришли в Афу и сказали, где родившийся царь Иудейский. И тогда шпицарь вообще обезумел, он вообще приказал убить всех младенцев, на всякий случай, вообще всех мальчиков. Да и не только там в Вифлееме, вообще там есть интересное свидетельство такое историческое, что даже он приказал убить двух своих сыновей, которые подходили под этот возраст. Он боялся, что один из них мог быть мессией. То есть это нелогично, да, но это так. И даже в Риме, когда узнали об этом, то такая фраза была сказана кесарем, она стала такой известной, очень записанной фразой, что во дворце у Ирда лучше быть свиньей, чем его сыном. Ну, свиней не резали, значит, знаете ли. А детей резали. Это как в том анекдоте, да, когда, значит, там, ссора в еврейской семье, значит, муж хватает нож и бросается на тещу. А жена его кричит, «Дорогой, это нож для рыбы». Ну, там есть отдельный прибор для рыбы, один, значит, для мяса. И чтобы кошелки не нарушить, вот, как бы. То есть она не то, что это моя мама, а то, что это для рыбы, вообще-то. И вот, значит, Ирод, он был такой, к сожалению. Ну, я так понимаю, личность Ирода, скорее всего, был очень такой одержимый человек, такой вот конкретно одержимый. Потому что, ну, по-другому никак не объяснишь его поступки. И не только этот, вообще там другие поступки. У него были такие замашки, конечно, такие, знаете, вот такие, именно так. Ну, как говорят, русский понт дороже американского доллара, да? Вот он, значит, знаете ли, он именно такой был. Чтобы показаться людьми, это было его. Золото у него там, может быть, уже в казне было очень мало, но все было на показ. Все было так показухой, по сути. Все украшалось, все блистало у него. Когда люди приходили, они были в шоке. Даже порой укесали время, время такого не видели, они, как вы видели у него. Он специально брал золото и бросал, как раз так, как бы, ну, дожди, хотя там у него было не так много этого золота. Он еще, ну, конечно, нет, не служил, он не бедный был, конечно, согласен, но зачем было так делать? Он хотел показаться всегда. Значит, и, конечно, он, в чем-то он, как бы, и был интересным, конечно, он, допустим, храм приказал украсить вообще. Украсить так, что люди приходили и говорили, вау, вот это да. Да, это такой храм, даже Соломон отдыхает вообще. То, что Давид приготовил, Соломон сделал, это, наверное, не то. Потому что вот то, что Ир сделал, вот это да. Тонны золота он нашел, он, ну, раздавил оппозицию, значит, нашел возможности увеличить налоги, значит, как бы, и, в общем-то, собрал сумму очень серьезную, и все это на храм. Сделал себе имя, по сути. Но знаете что? Не все евреи радовались тому, что храм теперь нос такой. Вообще, настолько, что даже римляне, у них слинки текут уже. Они видят столько золота, вот это да, у евреев, ничего же себе. А все прибедняются, все. Вот, говорят, такие они прям бедные, значит. Вот, а храм у них такой, что, значит, наш Юпитер отдыхает вообще. Значит, и ладно, но не все евреи были довольны. Многие говорили, зачем оно нам надо вообще? Мы кому путь пускаем глаза вообще? Для чего это нам все? Были такие евреи, которые даже противились этому и говорили, больше мы в храм не ногой. Потому что храм уже отступнический. Потому что даже первосвященников ставят римляне. Потому что порядочные служители, которые, ну, ревнуют об исполнении закона, их отстраняют, вообще убирают, оставят бесхребетных, которые, ну, напоказ они одни, двойная жизнь у них, на самом деле, аморальная жизнь. Вот, как бы, и таких людей римляне продвигали вперед. И, как бы, поэтому были такие, допустим, иесеи, так называемые партии иесеев. Не только в пустынях, это не монахи мне, но, хотя думали, что это монахи раньше. Это были группы тех евреев, которые хранялись о благочестии, древнем благочестии, об исполнении Торы, о всех заповедях. И, в общем-то, это не были фарисеи, которые больше делали акцент на внешней стороне исполнения заповедей. Они делали акцент как раз на внутренней стороне. Именно на том, чтобы не только по букве, но и в духе Писания быть. И, кстати, Иисус обличал и фарисеев, и садукеев, и даже книжников, самым юным, казалось бы. Они просто изучали Писание, значит, даже им доставалось на орехи Трой. Знаете ли, от Иисуса. Но Иисус не обличал только две, как бы, категории граждан в Израиле тогда. Это были зелоты. Больше того, один из учеников был зелотом-то. Значит, это зелоты, это как партизаны, что ли. Такие патриоты, которые с оружием рукавом уходили. И фильмы порой показывают, что Иисус был против зелотов, но это не совсем так. Иисус даже полсловом не обличил зелотов. Он обличал религиозных лидеров, но зелотов не обличал. Это были искренние молодые евреи, которые, в основном молодежь, которые с оружием рукавом уходили в горы. Они лишали всего, всех удобства. Они, значит, мечтали о том, чтобы Израиль был свободной страной. Да, они понимали свободу именно так вот, с оружием в руках отстоять. Но силы были неравны. Это были маленькие отряды. Но они старались вести борьбу так, чтобы земля горела под ногами оккупантов. И римляне всегда озирались, особенно вечерами. Они не могли свободно идти по улицам городов. Все из-за зелоты. Зелоты, многие из них были очень искренние верующие люди, которые с оружием в руках они свободно пытались взять. Иисус их не обличал. Но, понятно, метилы его были другие, но он не обличал их. Они были искренними. Он обличал в лицемерии. Вот именно религиозных вождей чаще всего. И еще одну категорию он не обличал никогда. Это были иесеи как раз. Иесеи были заметны партии такой, но он их не обличал никогда. И больше того, Иисус, скорее всего, сотрудничал где-то с ними. Возможно, что, сейчас ученые так считают, что, допустим, Иоанн Креститель, скорее всего, был из именно иесеев. Тем более, археологи нашли очень интересное тому подтверждение, неожиданное. В раскопках деревни иесеев нашли указание на некого Иоанна. И по описаниям очень схоже с тем, не по времени, а с тем, что мы читаем «Дом в Завете». А Иоанне как крестители. Тем более, у них обряд, основной обряд, который они знали, это покаяние и погружение в воду. Даже в условиях пустыни они умудрялись на своем горбу таскать через всю пустыню эти чаны с водой, чтобы дополнять такой, как бассейн, баптистерий у себя. Их выискивали, их преследовали тоже порой власти. Вот, значит, за ним плат налогов или чего-то еще там находили поводы, чтобы к ним приграться. Но они говорили о покаянии, об изменении жизни. Там были и женщины, там были и дети. Раньше говорили, это были монахи. Нет, это не были монахи абсолютно. Археологи полностью этот миф разоблачили. Нашли в деревнях иесеев захоронения и детей, и женщин. И они погружались в воду, совершали твилу, ритуальную твилу еврейскую. Но не просто твилу как очистительное тело, а именно как твила в покаяние, погружение с покаянием в грехах своих, в раскаяние своем. Не просто, допустим, как в синагоге совершается она, значит, ну, ритуально, в общем-то. Больше относится к очищению тела, как бы, допустим, женщина, допустим, да, после дней этого очищения погружается. То есть, это больше ритуализм, который не касается именно чистоты сердца, помыслов. А иесеи говорили как раз именно об очищении, как раз помыслов сердца, о покаянии именно в грехах. И, тем более, что иесеи, они фактически игнорировали храмовое служение, перешли на синагогальное свое служение. Почему? Потому что они говорили, что храм, он мерзость теперь уже, там мерзость запустения. Почему? Потому что торговля, идет бизнес, деньги меняют там. Выступали против этого. Иисус, а даже совершив погром, он тем самым, то, что иесеи лишь языком говорили, он самим делом это сделал вообще. Он опрокинул столы виновщиков монет и говорит, храм, не делайте этим. Дом есть молитвы. Это тоже в трактах иесеев есть, что храм должен быть домом молитвы для всех народов. А не только для евреев, во-вторых, он домом молитвы должен быть, в первую очередь. Вот, и еще, эпизод, потрясающий эпизод еще один, когда ученики говорили, где нам Пасху приготовить? Последний, помните? Последний Пасх. И Иисус сказал, пойдете в город, и вот вам знаки такие. Вы увидите одного мужчину, несущего воду, и за ним пойдете. И там все, вы уже узнаете остальное, да? В то время в Израиле найти мужчину, несущего воду, ну, как бы, это очень странно. Вы не нашли бы такого. Это все, что, допустим, сказал Пастор, вы пойдете, допустим, по пляжу в Сочи обедом, и увидите мужика в валенках наружу. Ну, как бы, это вот, ну, примерно, да. Якубович из рифта на лыжи, допустим, да, выезжает. Ну, это очень редко бывает, вообще. Скажу так, крайне редко. Нет, хотя бывает, но... Так вот, и, в общем-то, ну, ученики, ну, раз сказал Рабин, он говорил Иисусу, и не такие вещи еще, там, бросишь удочку, достанешь, там, баксов, там, сколько-то, заплатишь за себя, если меня. Вообще, ну, шутка ли вообще, да. Это как, помните, там какой-то был юморист, там была какая-то, там, или, не помню уже, советская еще. Значит, там фокусник, раз, покупает пирожок за 5 копеек, раз, ломает, прям, передает продавщица, достает одну рубль. Вау! Можно еще пирожочек? Пожалуйста. Еще ломает, и рубль достает. Она, вау! И так, несколько пирожков. А можно еще? Не-не, закрыто, закрыто, все. И показывает, бабка ломает пирожки все, ищет рубли. А там нет одного рубля. А тот фокусник просто показал ей. Вот, значит, да, наверное, там Иуда тоже, думаю, посмотрел, ага, я сейчас тоже поймаю. Ох, нет ничего, ох, нет ничего, не то, что-то не работает, и все. Ну, ладно, и получилось так, как учитель говорил, значит, они видят, точно, идет мужик странный с водой. Ну, ладно, они за ним так, ну, ну, ладно. Вот, пришли, значит, вообще-то не мужская, что у нас работа, не то, что не мужская работа, это, даже если мужчина один, он, если он понес бы воду, то его бы все село осудило бы сразу, значит, и его даже могли бы не пустить в синагогу вообще в субботу за это, потому что он, как бы, ну, видит себя неправильно. Он должен был нанимать хотя бы женщину, другую, но чтобы она наносила воду. Это не мужская работа была совершенно, то есть, это общество это осуждало очень сильно. Вот, значит, и, но единственная группа населения, которая переступала через запреты, это были Иссеи, тоже доказанная вещь интересная, они делали порой такую работу, которую делают только женщины, мужчины, показывая, что это не есть заповедь Торы, то, что есть, как бы, повсеместно распространено в Израиле, но это, этому Тора не мучат вообще. Библия не говорит об этом, это человеческие представления, которые стали даже выше для людей, чем Библия вообще, чем заповедь Бога. И поэтому они демонстративно порой брали и нарушали это, чтобы подчеркнуть, что мы выше этих вещей. В городах их мало было, этих Иссеев, поэтому в городе увидеть такое было бы большой редкостью. Но они увидели мужчину, точно несет воду, несет, пошли за ним, к хозяину и говорят, вот где нам приготовить Пасху. А уже все приготовлено? Да, не может быть. Еще рановато. Еще день-два там, ну, как бы, почему раньше? И Иссеи тоже, они пораньше, всегда, на день-два точно. Застилали все, приготовляли. И Иисус с учениками совершил Пасху там. Сколько там было людей, мы не знаем точно. Но как минимум 13 голубых мужчин было там. Нет, 15 даже. Потому что еще был тот мужчина, что нес воду, вероятнее всего, он может там был. Ну и хозяин дома, это точно, 100%. Потому что если хозяин предоставлял помещение для Пасхи, то игнорировать такое собрание он не мог просто-напросто. Ну и надо было съесть целое животное. Надо было съесть, ну, барашка, будем так говорить, зажаренного. Ну, если, допустим, мы сейчас съели бы за ужин, ну, не знаю, наверное, съели бы, да? Братья и сестры, нет? Да. Ну, думаю, съели бы, постараюсь бы. Чтобы не съели, только на вкусах. И надо было, что останется, нельзя было там убрать куда-нибудь там, на завтрак, да? Надо было все сжечь. Вот пресные хлебы, значит, мотца праздника пресников начинался как раз. Значит, и горькие травы, овощи, целое животное готовое, значит. Если семья маленькая, надо было в складчину с другой семьей объединяться. То есть, не как сейчас в Пасхальной Ацетре совершается, очень так скромненько, так, немного мясо совсем, знаете, встаешь с чувством голода легким. Совершенно перекус такой, больше символа, больше символизм, как бы, оно тогда было не так. Тогда надо было съесть очень много и хорошо. И я все-таки за тот вариант Пасхи. Вот, а, кстати, я вот только вернулся, когда мы с Грузией, там братья тоже рассказывал, и, значит, они говорят, а на следующую Пасху давайте сделаем так. У нас мы возьмем барашка, там, значит, в горы, значит, и шашлык, там, и маршлык, все это, пасхальный. Думаю, классный, мне понравился. Лучше, чем куличи, по крайней мере. А если куличи, то только из мяса, чтобы. Я за это. Да. И Иисус совершил эту Пасху, вот, и слава Богу. Хорошо, давайте мы отдохнем, сделаем трех, потом продолжим. Лас-бор-певель. 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 Тихо-певель. Иисус. Спасибо. Спасибо.